Доброе время суток всем! У нас сегодня город Таллинн, 12 октября 2018 год и 15 градусов тепла. Стоит такая погода второй-третий день. Не скажу, что жарко, тепло, но, скажем так, погодка попрохладнее, чем летом при 15. И день недели, естественно, пятница, с которой вас всех и поздравляю, не зная как у вас. У меня она была тяжелая, особенно последние два дня. Я думал, что сегодня не доживу. И по времени, естественно, 14 часов. Кстати, сегодня с темкой поболтать. Я сегодня ехал с утра и начал снимать видео. Потом подумал, что сейчас буду возвращаться с работы, все равно не вспомню, что я там болтал, а наболтать я мог там себе. Ну, не скажу, что на реально, но на условно точно. И поэтому, может быть, сделаю какую-то вставочку. Итак, о чем я хотел рассказать? Рассказать хотел об отражателях, которые у нас обязаны носить пешеходы в темное время суток. Не просто могут или не могут, а они обязаны носить. И расскажу так, что понятие отражателя... Я, кстати, наверное, знаете, что сделаем? И покажу их кое-какими. У меня с собой тоже взяли. Я с ним подготовился. Но попозже. Итак, об отражателях я знаю, наверное, с детского времени, со времен СССР, со времен школы, когда ходил учиться. Помимо того, что были отражатели на портфелях, на замках портфелей. Ну, это, я думаю, что везде было. Это было стандартно. Я по детству помню в виде пластика, пластиковых катафот, которые болтались на ниточке, пристегнутой булавочкой к одежде. Вот я не знаю, почему все... Я помню, что это было нормально в Эстонии, в Тальне и всегда. Я не знаю, за другие страны. Хотя знаю, я вам сейчас расскажу. И, естественно, со временем отражатели как-то видоизменялись, модернизировались. Хотя, знаете, я вам скажу сейчас. Давайте сделаем так об отражателях. Я покажу вам ночью, как я ехал. С утра сегодня было порядком 7, 7, 10, 7, 15 утра. Покажу, какая у нас стоит, хотел сказать, температура, погода. Ну, как выглядит Таллин при 7 утрах в начале октября. И, может быть, очень-очень многое, но как бы будет и так ясно. 7 часов 3 минуты. Грубо говоря, начало 8-го. И смотрите, как у нас темно. К чему это все говорю? Что ездил я там, будем говорить, в сторону восточные страны, какие как Румыния, Молдавия. И было такое, что там солнце садилось очень-очень рано. Порядком уже, не знаю, там 7 часов было темно. И когда едешь, особенно за пределами города, вот пешеходы, которые доедущие, кстати, видите, у девушки болтаются отражатели, у женщины, да. К чему это я говорю? Что, вот смотрите, женщина идет, у нее на сумке слева есть тоже отражатель, если вы замечаете. К чему я говорю? Что в Румынии и Молдавии едешь за пределами города, где-нибудь по селам, и кто-нибудь тебе просто навстречу, вдруг случайно из темноты появляется человек. Понять вообще отражатель никто там не использует. У нас очень часто в Эстонии, когда вы выезжаете за пределы города, сельские жители надевают даже на всякий случай зеленые жилетки, когда там на велосипеде и там тачку какую-то тащат. Ну, это редкий случай, но бывает. Обезопасивают себя. Так можно сказать? Обезопасивают. Обезопасивают. Короче, обезопасили себя. Вот, кстати говоря, тоже идет женщина, у нее по правой стороне отражатель. Так, я показал, как выглядит это все, да, как носит у нас отражатель. Отражатель у нас бывает, я говорю, что разных видов. Есть такие пластики, чисто как советские, вот как даже на машинах, как ставили на велосипеды, вот эти катафоты, так называемые, пристегиваются белые. Но, в основном, они белые, они у нас. И есть такие в виде пластинок, они ты ставишь на руку, они как бы в виде браслета делаются. Можно на лямку сумки их поставить, можно на руку, можно на ногу, куда хотите, на шею можно. Кстати говоря, вот сейчас подъедем, остановимся, я вам покажу свои, что у меня есть из своих отражателей. Так, по сути, я вообще приехал на конец видео, но это будет потом. Я хочу показать отражатели, которые я взял с собой. У тебя с собой есть отражатель? Угу. А ты носишь? Да. А какие? Разные. Вот, чей отражатель? Мой. Твой. Вот такой есть типа отражатель. Я не знаю, он, правда, мягкого типа, как бы, ну, клееночка такая, и уже в комплекте под таким подвесиком идет. На, держи. А, кстати, здесь еще, не знаю, тут по карабин был, но есть булавочка, держи. Второй отражатель. Это, наверное, очень много отражателей дают, тоже мягкий, дают, и полиция дает, и пиастамит может дать, и также политические партии во времена, как его сказать, реклам, не рекламных, а как его называется, предвыборных кампаний, это, по-моему, реформисты были, тоже отражатель, держи. Вот еще такого типа отражатель. Это Таллина Кейс Клина Валитсус. Таллиннская управа, центр города, так и правительство управа. Других пока вариантов у меня нету показать. Так, нахшу ли я сам отражатель? Я вам скажу так, что я в основном езжу в машине, и в любом случае, ну, я не знаю, я так, честно говоря, закон это не знаю, но я слышал, что когда вы уходите из машины, вы автоматически становитесь пешеходом. И пешеход обязан у нас в темное время носить отражатель. Это значит, что даже пройдя по парковке, даже пройдя по двору внутреннему своего, там, панельного дома, скажем, да, по парковке, это тоже имеется в виду, у вас должен быть он в темное время суток. Зимой у нас темнеет очень быстро. И реально это спасает некоторым жизни. Мне, как водителю, я реально замечаю людей с этими отражателями. Что я хотел сказать? У меня и есть. Значит, я в машине в основном, и у меня рабочая, допустим, куртка, ну, с фирменным логотипом, не скажем, рабочая, ну, фирменная куртка. И там большие буквы на ней, на название фирмы, и буква Г и С, догадайтесь, в какой фирме я работаю, белыми отражающими, такими буквами. Так что я, как бы, даже не запариваюсь, я постоянно эту куртку одеваю, и я знаю, что у меня отражатель сзади. Обычно, когда я старался покупать обувь, я всегда пытался купить, всегда с такими, чтобы там были какие-то отражатели. Если у меня, признаюсь честно, что на цивильной моей одежде, не рабочей, у меня отражателя нету. Но к рабочей куртке, да, в которой я обычно езжу на работу, в которой провожу большее время, у меня всегда в кармане есть отражатель, помимо буквы я еще выскидываю и его. Так, что-то я хотел сказать. А, вот, когда я ездил в Молдавию и Румынию, так, кстати, Словакия точно так же, очень сильно там темнеет. Иногда бывало, вот что, ну, не знаю, 6, там, не знаю, 7 часов, еще светло, и буквально 20-30 минут, и все, уже хоть глаз выколи. Особенно это чувствовалось у меня, ну, одно дело, когда едешь на машине, когда ты замечаешь этих пешеходов без отражателей, а другое дело, когда ты едешь, ну, как бы находишься, как пешеход, скажем, да, ты отдыхаешь и видишь, как это быстро солнце садится. Я вам скажу, что в Талине очень многие носят эти отражатели, и даже вот днем, когда ты идешь, заметно, что у некоторых людей есть. Именно уже где-то с сентября начинается. Летом, кстати говоря, естественно, никто не носит, потому что у нас-то и ночи нету. Ну, не знаю, все наболтал или не все. Наверное, да, все. а много то, что рассказать, скажем, вот было момент, когда ездил именно Молдавия, Румыния, ночь уже, ни черта не видишь, что ты проезжаешь село, а там кто-то на велосипеде, смертник, вообще на велосипеде ничего нету. И как он рискует так ездить? Я говорю, у нас за пределами Таллина велосипедисты не грушаются даже одеть зеленую жилетку на всякий случай, не говоря о том, что на велосипедах у нас обязан быть и передний фонарь, и, по-моему, задний, точно. Передний, это передний или задний, не помню. По-моему, задний обязан быть, моргающий красный такой светодиодик. И, может быть, кто-то это игнорирует. У меня, например, на велосипедах все это есть. Мне как-то моя жизнь как бы дороже. Я лучше привлечу к себе внимание. Думаю, такой найдем где-нибудь сегодня, какого-нибудь человека сейчас днем с отражателями. И, скажем так, это уже, наверное, у людей, живущих в Эстонии, отражатель-то нормально. Ничего постыдного, такого там стеснительного нету. Это норма. Как-то так. За моей болтовнёй мы приехали куда? Мы приехали в центр города. Мы, между прочим, стоим в пробке. Досмотрелся Kia Ceed, да? Красивая машина. Новый кузов. Мы с вами будем ехать очень долго. Я сейчас еще еду в садик, заберу покемона своего. Естественно, надо будет заехать вкусняшек купить. Так, что я сейчас расскажу у нас нового по Таллину? На неделе была такая тяжелая, что я даже по вечерам, приходя домой, мне не хватало почитать, что происходит. Только так, в Facebook. вот я не знаю, я не хочу тыкать в неё тыкать, но вам говорю, что, по крайней мере, сейчас у троих людей я увидел отражатели. Мы сейчас буду об этом говорить до конца поездки своей. Про отражатели, естественно. Вот стало самому так. Очень многие, кстати, носят на этот отражатель в кармане. Он приколот куртки, да? И ложится в карман. И как только наступает темнота, он просто вытаскивает его из кармана. София, если ты меня смотришь, я помню, как ты заказывала отражатели себе, чтобы я приобретал. Кстати говоря, вот тогда мне, по-моему, они были даже пластиковые, если не ошибусь. А что-то себе никак руки никак не дойдут. Мне пластиковые, кстати, больше нравятся. Они такие более, мне так кажется, качественные. Так, мы едем или нет? Видите, у нас даже некоторые до рубашек разделись. Жара наступила. Солнце обещали. Кстати говоря, не обманули. Солнце реально засветило. Но вам скажу, что в любом случае сейчас солнце уже такое не летнее, а такое осеннее. А смотрите, у нас середина октября, а деревья-то еще с листиками, да, довольно-таки интересно. У нас через две недели... Две... Так, извиняюсь. Начальник позвонил, сказал, что я должен прийти на собрание. не знаю, какого дня. 16-го. 8.30. Будем говорить о новой системе зарплатной. Спросил, к лучшему или к худшему. Он сказал, ну, вроде как к лучшему, но вре жизнь покажет. Так что в понедельник буду ждать понедельника. Что-то вот его последние слова жизнь покажет. Меня как-то так смутило. Я занервничал. Обо всем готов говорить. Увольнять, увольняй, а зарплату не трогай, что называется. Итак, вот, пожалуйста, у нас пятничная пробочка дороги все подзакрыты еще. Главное, не открылись. Народ, видите, есть у нас на остановках. Но я вам скажу, сейчас еще сколько у нас? 15 минут пятого. Естественно, народ еще не подтянулся на остановки. Насколько или когда автобусы эти набиты, мне трудно сказать. Я очень редко езжу на общественном транспорте, а тогда, когда езжу, это обычно совсем вечер, когда люди уже по домам разъездились. Или же выходные дни, когда люди дома сидят. Поэтому в час пик рабочий забитый у нас автобус или нет, то, что вижу из машины, из окна своего служебного автомобиля, то и могу сказать. Смотрите, некоторые по левой стороне едут по линии общественного транспорта. О, заглох. Косячок, да? Ездят по линии общественного транспорта. Кстати, смотрите, номер интересный. PXJ117. Кстати, насчет йота, я не знаю. У нас буква вот этот йод. Ну, не знаю, в эстонском языке она йод называется. Допустим, когда хотел сказать русскоязычный человек, человек, говорящий по-русски, живущий в Эстонии, пишет латиницей, он, допустим, этот йод ставит и А, получается Я. очень часто, когда были еще первые мобильные телефоны, где не было никогда кириллицы, а была только латиница, все писали, естественно, на русском языке смс-ки латиницей. И вот эта буква была как, ну, допустим, хочу сказать как Я, ну, вместо имения Я, вот писали букву Йод и А. Кстати, Я по-эстонски это И. Ну, допустим, Мина, Ясина, Я и Ты. Так вот, вернемся к этой буквочке Йод. Я когда приехал, въезжал в Приднестровье, таможник, наверное, это был, это номер какой у тебя? Я говорю, М-Йод-П. Какой Йод? У тебя же, что он сказал, Джей? У тебя М-Джей-П. Я говорю, я не знаю, я говорю, Джей, это, ну, на эстонском, Йод. Почему здесь эстонский язык? Я говорю, ну, как бы ни при чем, номера-то-то эстонские, у нас это Йод, а я, а он-то читает или по-английски, я как бы по-английски Джей, наверное, да, наверное, Джей. Я очень редко в жизни применяю английский, поэтому мне, как бы, трудно сказать, что-то было. Я говорю, не знаю, я говорю, вот эстонский могу, русский могу, по-эстонски это буква Йод, я как бы, ну, пусть будет Джей, говорю, я готов, все равно, что вы напишите, говорю, запустите меня. Задим меня стоял человек в возрасте, наверное, лет так вот, 55. Что-то ты для эстонца своего возраста очень хорошо по-русски говоришь. Я говорю, ну, наверное, потому что я русский, заканчивал русскую школу. Русская школа в Эстонии, заулыбался так, чисто я понял, что доказывать ничего не надо было человеку, ну, согласился, что-то джей, только этот, как его, в терновый куст меня не кидайте, я готов был согласиться на все. Ну, так, просто поговорили про обупочки, за... пока-пока ехали через центр, выехали как бы из пробки, вот я думаю, как поехать, поедем, как обычно. Не хочу, я на Луизе выходить, там что-то такая пробка, перестраиваться, я, конечно, не буду. Так, велосипедов нету, если нет велосипедистов, показываем правый поворот и уходим. Очень опасный он. У нас, между прочим, поведнялась цена на бензин. Вчера, или даже сегодня с утра, литр 95-го стоил евро 43. И сказали, что это не предел. Я, знаете, о чем сейчас подумал? Мне на собрание надо поехать в 8.30. Это что значит, что я могу побольше, подольше поспать? Обычно, наверное, я на работе уже в 7.30, я на работе, а тут 8.30. Нормальное время, как я обычно и должен начинать работать. Это пораньше начинаю. Наверное, это даже позитивно. Ну, по правил с этой стороне был велосипедист, еще сезон не закрыли. Говорят, мотоциклисты закрыли, пока вчера не прочитал на фейсбуке, что какой-то мотоциклист попал в аварию. Заехал под автобус, по-моему. Он велосипедист. Велосипедист едет куда-то. Ну, куда-то. Прямо он едет. Ящик какой-то, кстати. Вот здесь у нас очень шумная улица. По правой стороне уже старый город начинается, туристический сектор. Ну, люди работают еще. Работают. Вот в машинах сидят, в автобусах. Кому недалеко здесь до дома, вот и они идут здесь пешком. Никогда не был вот в этих квартирах по левой стороне дома. Это дома квартирные, на первом этаже бизнесы. Не знаю, интересно, насколько здесь классно жить. Представляете, окна выходят прямо вот на русскую оживленную улицу. Постоянная движуха и прямо в 10 метрах под окном проезжают троллейбусы. Хотя, вы знаете, я вам скажу, что у нас троллейбусы не шумные. Они не задают таких вот звуков, как раньше. И когда это случилось, я не знаю. Ну, в смысле, когда случилось, когда начали обменивать на эти новые бесшумные троллейбусы. Не знаю. Раньше, кстати говоря, слышал еще из своего окна этот шум электрический. Как вы думаете, мы успеем на зеленый? Пока горит стрелочкой. Обычно так рано приезжаешь за дочкой начинает плакать, что... не плакать, а хныкать, что она поиграть, видишь, не ходил. Велосипедист преследует меня, что она поиграть хотела, я взял, так рано приехал. Да, вот здесь солнце вообще настолько светит, что очки надо даже одевать. Яркое такое. Я бы сказал, очень похоже на весеннее. Нам обещают, по-моему, до конца следующей недели, ну, по крайней мере, по телефону смотрел до конца следующей недели такую температуру порядком 12 градусов. Ну, извините меня, как я... А, я начал же, как хотел, начинал уже говорить, что прошло уже середину октября такая погода, хотя недельки через две мы уже, наверное, будем готовиться к Рождеству. Наверное, с первого октября, с первого октября, с первого ноября начнется потихонечку украшаться город, зажигаться эти снежиночки. Начнутся продавать новогодние игрушки в магазинах. Так, что у нас там? У нас там все нормально. Только мне надо в правый ряд. новогодние игрушки начнут продавать и так далее. Что, здесь какая-то дорога, аж идет вибрация на правую сторону у меня. Мы заехали уже в район Пыхе. Видите, куда ни сунься, в часы, как бы, после работы в пятницу на всех улицах у нас достаточно много машин и стояние на этих светофорах. Да, возможно, ты едешь, но вот сейчас если случится где-нибудь, допустим, какая-то авария, естественно, будет пробка, ты теряешь время, пока там рассосутся. Естественно, здесь никто тебя пропускать особо и не будет. Если будет стоять машина на встречке, по встречке обгонять не дадут, потому что встречка тоже домой едет. Хотя здесь одностороннее движение. Такая встречка. Направо поворачивать можно. Там, правда, знак стоял, что грузовым нельзя. Видите, как у нас деревья потихонечку осыпаются, но осыпаются по-европейски. Только под бордюрами ложатся. На саму дорогу нельзя, запрещено законом. Иначе листья будут арестованы и посажены в тюрьму на реальный срок. Поэтому даже парковочные разметки не улетают. Службы у нас коммунальные еще по уборке осени не вышли. Ждут, наверное, большого листопада. Он должен произойти в любом холод, ветер. Оно сделает свое дело. Так. И опять здесь светит солнце. Обычно эта улица Кольда не на поворачивает налево. И когда поворачиваешь налево, здесь набирается всем надо налево почему-то. И набирается такой хвост при условии к тому, что встречные, которые едут со стороны штромки, ну, со стороны моря, поворачивают тоже в ту сторону. И ты их должен пропускать, так как они для меня справа. поэтому в любом случае я лучше займу правый ряд, поеду прямо, а не налево. И точно проеду через парковку магазина. Но мне так больше нравится, по крайней мере, в движении, а не в стоянии, не в ожидании того, кто, ну, что должен пропустить еще встречку. Хотя встречка, смотрю, сейчас пустая, но сзади... Сколько там машин было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять машин сейчас там. Что, возможно, даже можно будет не успеть на зеленый свет. Так. Ну да, вот когда как бы встаешь, но встречки нету, Обычно появляются. А они там еще пешеходов пропускают. Так. Смотрю, так, цена на бензин снизилась на один цент. Вчера было сорок четыре, сегодня сорок два. Ну, в любом случае, мне кажется, что-то выиграл. сейчас я подъеду садику, а потом мы еще продолжим с вами как обычно болтовню минут пять. это здание. сейчас при повороте, который сейчас справа, вот здесь, вот при повороте будет слева такое советское, требующее ремонта. Сейчас просто обратил внимание, как эта косметика там была есть сделана. по-моему, здесь раньше казино какое-то было. Чуть дальше. Да, ужасное здание. Видите, какое солнце аж слепит. Так, что еще хотел сказать? Подъехала интересная тема для разговора. хотя, знаете, я, наверное, задом все-таки припаркуюсь. Значит, знак был, что здесь парковка и по часикам можно их стоять два часа. Я еще раз говорю, когда вы находитесь в Сталине, очень внимательно обращать внимание на эти знаки, потому что частная территория, частная парковка, это, извините, частная. Если не хотите попасть на штраф в 30-40 евро на своей машине, пользуйтесь вот тогда вот такими часиками, где вы можете выставить время и зафиксировать время начала своей парковки. Возле торговых центров обязательно, сейчас, наверное, почти уже у всех некоторым днем даже пытаются объяснить, что два часа стоим, а также ночью. Ночью однозначно теперь ходят, проверяют, штрафуют людей, частная собственность, есть как есть. а я пошел. И так, как обычно, он, кстати, жигуль по правой стороне стоит, как обычно по пятницам двигаемся дальше в магазин. Немножко повздорили. Почему с тобой повздорили? Не почему. Куда водили тебе сегодня? Ну, куда водили? Смотреть Мерседес. Смотреть Мерседес. Что за Мерседес ты там был? Чистый, новый, красивый. И нам показывали такую машину, которая первая появилась в Талине, которая едела без водителя внутри. не знаю, слышно было или нет, мне себе показали в Мерседес центре машину, которая ездила без водителя, да? Я, наверное, нарушил что-то. Но я не заметил, мне солнце светило по замкам. Тебе понравилось там? Да. А что подарили? Подарили что-нибудь? Да. Подарунки были? Наклейку только, что мало. Мерседес мог бы побольше что-то подарить, да? Шучу я, конечно. Вы часто куда-то ходите вообще с группой? Нет, мы только по пятницам ходим на экскурсии. Вот так вот в Таллине дети не часто ходят куда-то. Только по пятницам на экскурсии. А нам повезло сегодня, потому что мы шли туда и раз какая-то еще год. Но это не садик, конечно, на русском. Постарше были, да? Да. На каком языке? Нет. Нет, а вам-то на каком языке экскурсия была? На русском. Вам и на русском? В Таллине? В Эстонии на русском? Да. А какие-то группы на эстонском. А какие-то группы на эстонском. Окей. садик? Садик, папа говорит... Это шпро, этого не может быть. Садик, папа говорит на русском. Хорошо. Скажи, а садик у тебя на каком языке? На русском. Только на русском? Нет. Нам три девочки, которые говорят на эстонском. А воспитатели? Три. Три, потому что Лаура. Лаура. А Лаура говорит на каком языке с вами? Луара. Агуара. Учит нам эстонский. Это Кирля тоже. А последнее это Кирсик. А Алина? Ну, у вас воспитатели все говорят с вами по-русски? Да. Да? Только Кирля Кирсика говорит Точнее вас нет воспитателей, которые с вами говорят по-эстонски, да? Конечно. Странная такая вещь, где ребенок говорит, но я скажу немножко по-другому, что, насколько я знаю, что с этого года должен был прийти в группу четвертый воспитатель, который должен был с ними говорить только по-эстонски. Естественно, может быть, ну, ребенок есть ребенок. Нет. Ты говоришь трое. Их всего лишь трое. Их осталось трое. Я понял. Хочу сказать такую еще вещь, что в русский садик ходят и эстонцы тоже. В смысле, эстонцы, потому что, ну, не знаю, почему, родители так решили, что нужен русский язык. И, я так понимаю, она неплохо говорит уже по-русски, да? Она неплохо говорит. Вот здесь постоянно у меня бывают проблемы. вы понимаете? Смотрите, здесь сделали дорогу для пешеходов. Я не могу проезжать эту белую линию. Обычно здесь я всегда раз пять, наверное, вот здесь ссорился с водителями. Я говорю, почему я должен давить пешеходов? вы должны вот здесь остановиться, как сейчас остановился автобус, меня пропустить, и я проеду. Даже при отсутствии пешеходов. Это все равно, что ехать по тротуару. Меня понимали, когда видели, что у меня регистратор работает, успокаиваясь отъезжать. А в данный момент вы видели, что водитель остановился меня пропустить. я ему подал знак, что проезжать сам мне как бы несложно. Тем более, что пешеходов не было, но чтобы не переезжать эту линию. А ведь пешеходов довольно-таки так много у нас идут. Значит, по твоим словам, на эстонском языке вас в садике не учат эстонскому языку, да? Учат. Учат, да? Как же им учат? Луара. Луара учат. Ты же сказала, она и говорит по-русски с вами. Вот вы знаете, вот так выдавливать надо с ребенка информацию, что она говорит по-русски, но учит по-эстонски. Она кто по национальности? Эстонский учитель, но она сначала по-эстонски, она хорошо говорит по-русски? Да. Да? Окей. У меня есть три. Потому что, насколько ясно, воспитатель, который должен прийти, вообще не говорил, не должен был говорить по-русски. Ну, значит, мне какая-то другая информация, буду узнавать. В любом случае, хочу сказать, что, ну, вот так в садике с детства надо приучать к двуязычию. посмотрим. Будет еще школьное время, будем узнавать дальше. Ну, говори, скажи что-нибудь. Что, у меня хатнабрита есть за учитель, тоже эстонский в бассейне, но она так, она в арабе лучше говорит. Я, Дянечка, я понял, давай не будем путать садик с бассейном, хорошо? Давай. Мы тебя все поняли. Вот так, немножечко информации по садику, по тому, что происходит. Я приехал на место. Наверное, знакомая концовочка. Магазин. Сейчас запаркуемся. Самое главное же сказать надо. Так, 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 сегодня ребенок, значит, надо немножко чуть подальше отъехать. Так, я все. Итак, всем мира, добра, уважаем друг друга, осторожены на дорогах, всем вам спокойного и мирного города, как наш Талин. И, наверное, мы не так скажу, что солнечных и бесконечных выходных вам. Спасибо.